Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Виктория Антонишина и я Вера Захарчук. Здравствуйте. Задержали экс-аким Алатаусского района Алматы Шахмердина Рыспаева. По фактам получения заместителем акима района взятки в размере 500 тысяч тенге. Аким и его зам ободворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы. Сейчас решают вопросы об избрании меры пресечения. Руководителя отдела культуры Экимата не задержали, так как он признал свою вину и подписал обязательство о явке. Акима по Владарской области Булата Бакауа арестовали на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье 362 части 4 пункта 3 Уголовного кодекса Республики превышения власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, других лиц или организаций. Таким образом, Акиму грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Ходатайство о заключении под стражу рассмотрел судья следственного суда Павлодара Болтабай Дунбекбаев. По данным следствия, обвиняемый лоббировал интересы фирмы, принадлежащие его племяннику, которая, по данным областного департамента государственных доходов, не доплатила в бюджет свыше 200 миллионов тенге налогов. С предъявленными обвинениями Булат Бакауа не согласен и просит принять во внимание, что квалификация совершенного деяния – лишь предварительные выводы органа следствия и не имеют под собой четких сведений и доказательств. Почти 40 рейдов провели сотрудники антикоррупционной службы на железных дорогах Карагандинской области. Мониторинговая группа выясняла, как искусственно возникает дефицит билетов. Перекупщики приобретают их в большом количестве, а потом продают по завышенной цене прямо на перронах вокзалах. Чтобы подсчитать, сколько примерно безбилетников сажают проводники, общественники сами выступили в роли зайцев. Таким образом, во время рейдов рабочая группа зафиксировала в поездах свыше сотни незаконных пассажиров. Совместно с агентством, насколько я знаю, разработана сейчас информационная система, которая должна исключить именно факты этих очередей. Все в режиме онлайн, электронно. Человек подошел, пожалуйста, или через электронную систему, через какой-то портал может приобрести эти билеты. Я знаю, что она модернизируется постоянно в целях искоренения системных фактов коррупции именно на ЖД-транспорте. Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения УБКР. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте казахстанской авиакомпании. Таким образом, перевозчик больше не соответствует требованиям, установленным ИАТО. По регламенту на восстановление кода дают 60 дней. За это время авиаперевозчик должен пройти проверку, собрать оплату, сделать перерасчет и погасить любые долги перед ассоциацией. Напомню, код – это краткое обозначение организации. Как правило, его используют при продаже бронирования билетов, а также для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок. В Атырау консультировали водителей, которые приобрели авто в Армении, Кыргызстане или России. Их интересовало, как правильно оформить документы на транспорт, завезенный на территорию нашей республики. 17-18 января с 9 утра до 7 вечера в областном филиале партии Нарутан проходит приемная на дороге. Отмечу, что для удобства жителей в Центре оказания государственных услуг откроется специальный кабинет, где специалисты дадут подробные разъяснения. Все заявления, поступившие сегодня от населения, мы приняли. Позже им будут даны полные и объективные ответы. К другим темам. Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых участках автодорог республики закрыто движение для всех видов автотранспорта. Так, к данному часу закрыт выезд из столицы в Павлодар. Из-за сильной снежной вьюги в Восточно-Казахстанской области со вчерашнего дня закрытыми остаются некоторые трассы в Усть-Каменогорске и Семее. В снежном плену на автодорогах ВКО остаются 150 автомобилей. Спасено больше 200 человек. Из-за сильной метели в регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. По информации дорожных служб, Паврощицкий трасс сейчас задействован на 260 единиц техники. В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали рассылку о единовременной выплате жителям Восточно-Казахстанской области жертвам Семипалатинского полигона, который идет через мессенджеры. Информация о том, что выходцам из ВКО необходимо обратиться в ЦОН для получения единовременного пособия в связи с проведением ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы не соответствует действительности. По словам представителей ведомства, те, кто проживал в зоне экологического бедствия с 1949 по 1990 и живет там до сих пор, могут рассчитывать на льготы. Для оформления документов их ждут в районном отделе занятости. К событиям в мире. Президента Франции Эммануэля Макрона вместе с супругой срочно эвакуировали из театра, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщили местные СМИ. В ситуацию быстро вмешалась жандармерия и силы национальной полиции. Президентскую чету благополучно вывели из театра. Напомню, в декабре во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы. И несмотря на временный отказ правительства от реформы, протесты в стране не прекращаются. Воздушные удары сирийских правительственных войск и российских сил в провинции Алеппо привели к новым жертвам и массовому переселению местного населения. Об этом сообщил сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. В результате последней атаки погибли два ребенка и еще семь человек ранены. Тем временем в ООН заявили, что с начала декабря более 350 тысяч сирийцев были вынуждены бежать из-за боевых действий в поисках безопасного убежища в лагерях возле турецкой границы. Организации призвали к немедленному прекращению боевых действий в провинции Идлиб для защиты гражданских лиц. Более 3,5 тысяч жителей Центральной Америки прибыли в Гватемалу для формирования каравана мигрантов. Переселенцы, которые путешествуют небольшими группами, по 100 человек заявили, что планируют объединиться в городе Текунуман, а затем пересечь границу вместе. Тем временем мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Амбрадор предлагает мигрантам работу. Он заявил, что на южной границе страны есть более 4 тысяч вакантных мест, желающие получат жилье и медицинскую помощь. Конечной целью каравана станут США, несмотря на неоднократные призывы Дональда Трампа закрыть границы для мигрантов. У меня есть друзья в Мексике, которые говорят, что там много работы. Я могу работать на стройке, поэтому я знаю, что у меня получится найти там работу, если меня куда-то позовут. Ведь я никогда не ворую. Я не способен никому нанести вред и беру с собой детей, чтобы дать им лучшее будущее. Такая у меня цель. В Германию, по знакомой инновациями в аграрной отрасли, приехала делегация из Казахстана. Представители Министерства сельского хозяйства, в главе с первым заместителем министра Айдарбеком Сапаровым, участвуют в крупнейшей в мире продовольственной выставке «Зеленая неделя». В эти дни она проходит в Берлине. 72 страны презентовали свою лучшую продукцию и передовые технологии. Тут можно увидеть племенных быков и новейшие комбайны. На выставке представители казахстанской делегации провели ряд встреч с министрами сельского хозяйства Эстонии, Монголии и представителями федеральных земель Германии. Речь шла об экспорте казахстанских товаров и обмене опытом. В следующем году гости старейшей немецкой ярмарки смогут отведать продукцию «Мэдэйн Казахстан». Мы тоже ежегодно должны принимать в данной выставке участие. То есть продвигать свою сельскохозяйственную продукцию здесь, рекламировать, чтобы другие страны тоже знали, что мы производим, что мы выращиваем, на каком уровне. А у нас есть что показать. В следующем году будет наш павильон. Это уже согласовано с нашим министром. И ряд фермеров и сервисово-производителей примут обязательно участие здесь. Я думаю, что наша беседа была очень продуктивная. Мы с вице-министром говорили о сотрудничестве между двумя государствами, между Эстонией и Казахстаном. И мы нашли эти пункты, в каком уровне мы можем сотрудничать. Что мы можем предлагать свой опыт по дегенерализации сельскохозяйства на полях и на животноводстве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках проекта планируется провести исследование сильных и слабых сторон, а также потребностей школ насилия. По поручению главы государства будут приняты комплексные меры по улучшению материально-технической базы и качества образования в сельских школах. Вердебек Сапарбаев одобрил представленный проект и поручил Министерству образования начать его реализацию в пилотном режиме в Каргандинской, Казалардинской и Восточно-Казахстанской областях. Основная задача заключается в том, чтобы наши ученики могли свободно развиваться. Они не должны останавливаться на достигнутом. Мы должны развивать мышление ребенка. Надо уметь использовать все знания, талант, которые есть в каждом из них, и помогать раскрыть в них эти таланты. В уральских школах открываются комьюнити-центры. Это своего рода общественные площадки, на которые взрослые и дети могут заниматься спортом, музыкой, чтением. Изучать здесь будут и творчество великого мыслителя Абая. В центре при 48-й городской школе именем поэта назвали «Кружок юных декламаторов» о полезном досуге. В материале Ботагос Базарбаевой. Центр «Жилдус» открыл свои двери в канун Нового года и уже стал популярным местом среди школьников и их родителей. Каждый здесь найдет занятие для себя. Можно рисовать, учиться пению, игрой на дамбре или гитаре, рукоделию. Направят и помогут здесь и любителям спорта. На зимних каникулах дети проводили здесь каждый день. Каждая наша игра связана с спортом. Мы занимаемся спортом и мы ни разу не болели, поэтому мы проводим время очень весело, активно. Национальные игры – это очень хорошо, что мы в школе даже не забываем эти игры. Наши девочки, они очень стараются играть именно национальные игры, как АСАГАТО. Учитель физкультуры Айнур Мурзагиреева последние несколько лет обучает школьников национальным играм АСАГАТО и ТОРСКМАЛАХ. Причем с удовольствием играют как мальчики, так и девочки. Одна из учениц уже одержала победу на республиканских играх. Сейчас многие дети, планшеты с сотовыми телефонами, национальный вид детям дает развитие, увлечение большое. Привлекает у детей интерес, внимание. В общем, для здоровья очень полезный вид спорта. Комьюнити Орта Алхтарн Баста Максата. Задача нашего комьюнити-центра – объединить людей с общими интересами. Работает у нас кружок вокала, игры на дамбре и гитаре. К кабинету художественного чтения мы решили дать имя Абая. Здесь дети будут не только декламировать, но и глубоко изучать творчество поэта и мыслителя. Все кружки для детей бесплатные, для взрослых по символической цене. Работает центр в две смены до девяти вечера. За месяц в городе заработали сразу несколько таких центров. Путок из Базарбаева, Балатшир Лгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. 12 молодых октюбинцев вошли в президентский кадровый резерв. Возможность занять руководящие должности в госуправлении получили представители местной исполнительной власти и частного сектора. Претенденты прошли жесткие отборы и показали высокий уровень профессионализма. 31-летний октюбинец Сабит Муканов – один из тех, кому по итогам отбора удалось показать лучший результат. Это случилось благодаря постоянному развитию, жажде знаний и огромному желанию победить. Теперь молодого человека, имеющего опыт работы как в госсекторе, так и в бизнесе, ждут большие дела. Ну а главным принципом станет неразрывная связь с народом. Это дает возможность не на словах, я думаю, я считаю, а на деле. По возможности посильный вклад внести, направленный на качественные изменения и трансформацию страны, допустим. Президент ждет от нас конкретных прикладных решений. Желание работать в президентском кадровом резерве в общей сложности изъявили 13 тысяч казахстанцев, в том числе около 300 жителей Октябрьской области. 12 представителей региона, показав высокий уровень знаний, оказались в топе лидеров. Недавно молодые люди побывали на приеме у президента страны, получили дополнительную мотивацию и теперь готовы к покорению новых вершин. Отбор в президентский кадровый резерв состоял из шести этапов. Это прием документов, проверка на знания, собеседование с экспертной комиссией, верификация тестирования, проверка потенциала и заседание национальной комиссии при президенте РК по вопросам молодежного кадрового резерва. По данному показателю, Октябрьская область является лидирующей среди западных регионов. Напомним, срок нахождения кандидата в президентском молодежном кадровом резерве – 5 лет. Айслу Махмутова, Булат Молдагалиев, Октюбе, Хабар-24. Экономический рост Казахстана не должен идти в ущерб экологии. Так считает одна из представителей президентского кадрового резерва Зульфия Сулейменова. Президенту она представила свой проект по водной безопасности страны. Пришло время экономно расходовать воду, считает молодой специалист. По мнению Зульфии, необходимо сократить производство, которое требует больших затрат водных ресурсов, а также менять сознание каждого казахстанца. Но нужно понимать, что у нас практически половина воды идет из других государств. Поэтому это, конечно, вопрос безопасности, в том числе и продовольствия. Наверное, большие изменения начинаются с маленьких, начинаются с нас самих. Поэтому очень важно внедрять, если на государственном уровне, экологические какие-то подходы во все государственные ведомства. Ну и также, естественно, как-то распространять эту экологическую культуру и сознание. То, что нам нужно экономить воду. То есть нельзя просто включить воду, пойти и заниматься своими делами. Решить проблему трудоустройства намерены представители президентского молодежного кадрового резерва. По словам заведующей кафедры политологии ЕНО имени Гумилева Индиры Рыстина, этот вопрос актуальный. По данным Национальной палаты предпринимателей Атамикен, по специальности не работают порядка 60% выпускников казахстанских вузов. Но девушка знает, как снизить статистику. Специально для конкурса она подготовила проект на данную тему. Есть необходимость со студенчества именно дать любовь к своей специальности и закрепить это, допустим, через методы коммерциализации, построение связей между работодателями и студентами. Все это я отразила в своем проекте. По результатам мы встречались и с министром образования, и ректор теперь назначил уже советником, будем продвигать свои идеи. От уличной художницы до руководителя арт-мастерской, победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» Ольга Чавкина из Усть-Каменогорска сделала карьеру, рассчитывая только на себя и свои силы. Мастер живописи из Восточного Казахстана теперь готовится к международным выставкам. В каких красках видят мир талантливые люди, узнал Вячеслав Итлукин. Совсем недавно переехали в новую студию, и вот занимаемся обустройством, расписываем стены в художественном стиле. Последние штрихи к интерьеру своей новой студии в Усть-Каменогорске делает Ольга Чавкина. Еще 10 лет назад ее вернисажем был уличный арбат. Сегодня мастерская в самом центре города. Ольга привыкла побеждать. Денежные гранты за победы в региональных арт-фестивалях Ольга Чавкина направила в расширение творческой студии. Сегодня здесь проходят уроки живописи для детей из малообеспеченных семей. Они учатся видеть мир в ярких красках. Для них занятия бесплатные. Хотелось бы, чтобы в городе этого было побольше для детей, для подростков, ну и для взрослых. Очень важно, я считаю, отвлекаться от обыденных вещей. Отвлечься от обыденности и полностью погрузиться в искусство самой художницы не всегда удается. К трудам творческим прибавилась работа социальная. С недавнего времени Ольга активный, представитель молодежного маслехата областного центра. Участник 100 новых лиц должен четко знать свои цели, идти к достижению ее и вообще у него должно быть четкое желание оставить след после себя. Сейчас, когда уже студия начала свою деятельность, четко осознаю, что нужно постоянно продвигать, продвигать, чтобы она была на слуху. Картины Ольги Чавкиной можно найти у коллекционеров из Германии, Турции, России и Сальвадора. Своё имя и Казахстан художница продвигает, как международный бренд. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар, 24. Конечно. В Шемкенте открыли волонтерский центр. Проект реализован при Ассамблее народа Казахстана. Добровольцы определили для себя фронт работы по четырем направлениям. Они намерены поддерживать социальные инициативы, помогать детям и людям с особыми потребностями, а также участвовать в организации спортивных мероприятий. Например, волонтер Яросыл Анарханулы готовится проводить бесплатные курсы по компьютерной грамотности. Сегодня он также представил свои научные разработки. Яросыл изобрел войлочный чехол, который уменьшает излучение от смартфона. Сейчас центр открыт для всех добровольных помощников, а в базе волонтеров уже числятся свыше двух тысяч человек. Многие молодые люди сейчас хотят учиться, развиваться, но нет возможности. В центре волонтерства мы поможем таким. Будем обучать предпринимательству, новым технологиям. Мы должны друг друга поддерживать и делиться знаниями. Уральские молодежи из Жасо Тан запустила акцию «Безопасный город». В областном центре участились факты, когда в открытые колодцы подземных инженерных сетей проваливаются люди и животные. Только за неделю рейда волонтеры обнаружили почти 20 колодцев без крышек или с обвалившимися шахтами. Молодые люди также проверяют исправность газовых печей в домах социально неблагополучных семей, живущих в дачных домах. Все эти выявленные факты мы передали в ЖКХ, в город Уральск. И они совместно отрабатывают, потому что колодцы делятся. Это бывают разные коммунальные службы. И Батсуар нас, и Жайх теплоэнергия. И вместе с ними отрабатывается по закрытию этих колодцев. Казахстанцы вновь могут слушать роман-эпопею Мухтара Уэзова «Путь Абая» по казахскому радио. Впервые произведение прозвучало в эфире 8 лет назад из уст известного диктора Аманжана Интибаева. Теперь, в канун 175-летия великого поэта, эта запись опять на радиоволне. Подробнее в сюжете. Теплый бархатный голос первых же строк притягивает внимание аудитории в радиоэфире Аманжан Интибаев. Ровно 8 лет назад в этой студии он записал для своих слушателей роман-эпопею Мухтара Уэзова «Абайжола». Прочитать эпопею из четырех книг о жизни Степняков конца 19 века, полной драматизмой и противоречий, было непростой задачей. Аманжан волновался, и он не хотел, чтобы радиоверсия романа получилась просто аудиокнигой. Поэтому мы создали музыкальное оформление. Звукорежиссер Советхан Хон Сбаев подобрал такие композиции, которые полностью отражали и характер, и эмоции героев эпопеи. Правда, это было сложно, но мы старались. В результате получился настоящий аудиоспектакль. Он шел в эфире в течение полугода, каждый день по полчаса. Теперь, в канун юбилея великого просветителя Абая, запись, хранившаяся в архиве, снова на радиоволне. На этом романе выросло несколько поколений казахстанцев. Он полностью стал подлинно народным произведением. В разные годы его читали для своих слушателей известные актеры и дикторы. Кененбай Кожабеков, Каукен Кенжетаев, Ануарбек Байжамбаев. Их аудиозаписи сейчас хранятся в Золотом фонде радио. Роман эпопея «Абай Жоле. Путь Абая» переведен на 40 языков мира. Он звучит везде по-разному, но во всех версиях одинаково величественный, наполненный жизненной правдой образ Абая. Образ увековеченный выдающимся писателем Мухтаром Ауэзовым. Алма Уразбаева, Валентин Лобанов, Хабар-24, Алматы. Сегодня в ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение. Однако нырять в рорубь без подготовки врачи не советуют. По словам представителей Национального центра общественного здравоохранения, у многих организм к этой процедуре просто не готов, они рискуют заболеть. Чтобы избежать осложнений, нужно готовить организм, закаляться хотя бы на протяжении двух-трех недель. К слову, в Казахстане окунуться в купель стремятся не только христиане, но и представители других вероисповеданий. Это является частью моржевания. То есть, когда люди в течение нескольких лет купаются в проруби в холодной воде, и это реально приносит для здоровья пользу. А именно однократное окунание в прорубь никакой пользы для здоровья не принесет. Есть огромная вероятность, что обострятся какие-то хронические заболевания. В частности, если человек болеет хроническим обструктивным бронхитом, если у него какие-то есть воспаления, воспалительные заболевания стороны почек, печени, то эти болезни в обязательном порядке могут обостриться. И поэтому надо быть абсолютно здоровым, прежде чем окунаться в прорубь. Продолжение следует...